Добрый день. Это ответы на вопросы, часть 2. Кто не смотрел первую часть, она была год назад, можно ее найти по ссылке в описании. Там также было много вопросов. Примерно три недели назад, 15-го, кажется, декабря, я создал запись в сообществе, где спросил, а надо ли снимать вторую часть, и решил, если накидает много вопросов, то я сниму. Комментариев было не так много, но зато вопросов было прилично. 15 комментариев, вопросов тут очень много. Особенно постарались два моих зрителя. На их вопрос я, наверное, отвечу в конце. Начнем с тех, кто задал по одному вопросу. Первым делом не вопрос. Цель действия результат. Пишет привет. Отвечаю приветствую Юрий Юрьевич. Далее пишет Саня Кубик. Тоже не особо вопрос, но зачитаем. Даже не зная, какой вопрос можно задать, если честно, мне кажется, нет смысла делать еще одно видео с вопросами. Но, если накопятся новые вопросы, которых еще не было в первой части, то будет интересно такое видео. Полностью поддерживаю Саню Кубик, и 4 лайка кто-то поставил. Вопросы накопились, поэтому начинаем отвечать. Дмитрий Дмитриев спрашивает. По вашим наблюдениям, с какого возраста дети начинают проявлять больше интерес к сборке кубов? Ну, у меня двое детей. Младшей дочери 6 лет, и она интерес проявляет. Сын научился собирать в 5 лет, но он это делал медленно, и не всегда ему хватало усидчивости. В принципе, можно и в более раннем возрасте это начать. Главное, это когда ребенок кубик впервые увидит. Увидит ребенок, что кто-то кубик собирает, ему захочется это сделать тоже. Да, и маленькие детки просто любят головоломки повертеть. В совсем маленьком возрасте детишкам терпения не хватает, поэтому раньше 7 лет детей везти в какие-то кружки или покупать им кубики, ну, наверное, смысла особого нет. А так, с 7 и старше в любом возрасте можно начать добиться хороших результатов. Причем в любом возрасте, я имею в виду и в 60, и в 70 лет, тоже человеку можно начинать собирать головоломки, и такие зрители у меня были. И в 72 года мне писали, что впервые научились собирать кубик Рубика. Всякое бывает. Но если подытожить, дети начинают проявлять интерес к кубику лишь тогда, когда они этот кубик где-то увидят. Далее Макс Спидкубер спрашивает, какой магазин для покупки головоломок вы предлагаете? Ну, я раньше покупал в китайских магазинах Кубис и Зи Куб, и все было хорошо, и мне очень нравилось. Но сейчас из-за санкций PayPal с Россией больше не дружит, и покупать там стало невозможно. По крайней мере, я способа такого не знаю. И мне теперь пришлось покупать на Алиэкспресс, что мне совсем не нравится, но выхода другого нет. Предлагать покупать там я не могу, так как и самому не нравится, но приходится. Ну, российские магазины никто не отменял, но там не всегда выгодно, и не всегда есть то, что хочется. Поэтому предлагать их тоже я не буду. Сам там иногда покупаю, но редко. И второй вопрос от Макса. И еще, вы преподаватель по спидкубингу? Просто я слышу, что вы говорили про своих учеников. Я профессиональный репетитор, я обучаю детей математики и физики, а также могу обучать сборки головоломок. То есть могу проводить отдельные занятия именно по этому предмету. Практически все ученики, которые занимаются со мной математикой, также собирают кубик Рубика. Это включено в обязательную программу. Собираю как могут, без особых каких-то там нормативов. Если собирают за минуту, ну, значит, за минуту. Изучать Фридрих я не заставляю. Иногда ходят и отдельно заниматься только головоломками. Но это в основном не в учебное время. Также мы с женой организовывали школу спидкубинга в Тамбове. Проводили много неофициальных соревнований по спидкубингу. Но из-за ковида, прочих всяких неудобных моментов, пока эти соревнования прекращены. Мы также два официальных чемпионата именно в ВЦА проводили. Но, опять же, ВЦА с Россией пока не дружат. И их тоже мы поставили на паузу. А тогда у меня есть ученики, и они почти все собирают головоломки. Далее нам пишет КНС-2011. Алексей, те кубики, которые повторяются, продаешь ли потом? Если да, то где? Посмотреть можно. Но, на самом деле, мои кубики повторяются редко. Если я покупаю повторные, то для какой-то цели. К примеру, для учеников. Каждый мой ученик получает от меня в подарок кубик 3х3. Чтобы ему не было необходимости его где-то искать. Да, самый простой, не магнитный. И я всегда держу в наличии магнитные 3х3. Ну и некоторые другие головоломки, которые ученик может уже купить у меня. Делаю я это не в целях наживы какой-то большой. А просто, чтобы это было удобно. Все-таки хорошие головоломки. Это приятно. И всегда можно покрутить перед тем, как задуматься о покупке. Ну и даже если кто-то просит что-то потестировать. Из того, что у меня есть. Ну, сделать там пару пиф-пафов. Прежде чем где-то заказать в другом месте. Я тоже редко отказываю. Ну, если это не кубик 17х17. Там я часто отказываю. Но у меня действительно была мысль делать кубики на продажу. Но не перепродавать, как это делает магазин головоломок. А вот что-то типа сиамского кубика. Магнитного. В хорошей упаковке. В уникальной деревянной коробочке. С уникальным мешочком. Там, ну, чтобы все это было красиво и подарочно. Естественно, это будет стоить и не дешево. Никак два кубика, из которых оно сделано. По хорошей цене. Такая мысль у меня есть. Не знаю, будет ли это популярно. Но сиамские кубики, да, хотелось когда-то мне продавать. Если найду на это время и желание, то сделаю отдельный анонс. Далее пишет Егор Корсаков или Корсаков. Вот Корсаков есть город, а фамилия, наверное, Корсаков. Если что, Егор, прошу прощения за ошибку. Он спрашивает, когда будет обучалка по Папет Кубу? Это вот такой. Когда, когда, Егор? Я его еще сам не собрал. Вот как соберу, а как разберусь до конца. Тогда и будет. Я уже однажды его куда-то с собой на отдых брал, покрутить. Но до него как-то руки не дошли. Их есть две версии. Это вот версия 2. Когда-нибудь обязательно сделаю, но в ближайшее время обещать не могу. На русском языке есть, ну как на русском языке, без слов. С русским названием есть видео от YG Кубера, но оно почему-то не всем нравится. Оно сыровато, много-много формул. Не знаю, смогу ли я сделать проще. Если поискать, то обучающие ресурсы есть. Тот же Виталий Соколов, кажется, что-то делал. Возможно, в текстовом формате. Не знаю, сделал ли он видео. Ну, как-то так. Пока гарантировать в ближайшее время ничего не могу. Лежат два гримыки, ждут своей очереди. Это не тот куб, который стоит покупать сразу после 3х3. Такую ошибку многие сделали. Цена доступная, выглядит как кубик обычный. И многие его купили. Дмитрий Дмитриев спрашивает. У меня один вопрос. Почему так мало обучалок? Я надеюсь, это сарказм. Обучалки выходят каждые 2 недели. В этот раз вместо обучалки выходят ответы на вопросы. Изредка это бывает видео DIY. Но стараюсь каждые 2 недели туториал какой-нибудь выпускать. Сейчас на все времени не хватает. Иногда приходится выпускать простые головоломки. Вы их еще увидите. Но я все стараюсь найти время и желание снять куб бабочку, чтобы запустить, ну не запустить, а продолжить серию обучающих видео по коптерам. Там и бабочка, там и кловер, и кловер плюс, и корвикоптер 3, и корвикоптер 2, и ЕТО, и РО Пазл, и много чего интересного. Ну, когда-нибудь руки дойдут. Пока у меня трудовые будни очень насыщены. А дальше спрашивает Виктор. Какой Мегаминкс порекомендуете для среднего уровня? Ну, Мегаминкс YJ-YUHU 2M. Почему? Да потому, что он красивый, хороший. У него есть возможность поставить черные детальки. Ну, продаются они, наверное, отдельно, но даже без них. Это очень хороший Мегаминкс, который стоит недорого. И на нем можно собирать на мировом уровне. Очень хорошо. На нем можно собирать приятный, четкий, хорошо контролируется, не расхлябанный, не Аухун ВРМ от Мою, а хороший Мегаминкс. Единственный его недостаток, он чуть крупноват, но если вы не супер профессионал и не переходите после Гана, то это пока не важно. Мой основной сейчас Даян В2. В нем хорошо все, кроме отсутствия черной грани. И второй вопрос от Виктора. Как решили заниматься кубингом? Ну, такой вопрос, конечно, был в прошлый раз. Его часто задают. В 2015 году я увидел где-то кубик Рубика. По-моему, выступление Максима Чечнева это было, если не ошибаюсь. Попросил моего ученика купить кубик за 200 рублей, он тогда мне принес палатку. Я научился за два ужина собирать и с тех пор понеслось. Купил сначала несколько на хороших, потом еще и еще. И до сих пор регулярно пополняю свою коллекцию. Так и начал. Вот уже 2023 год, а я все покупаю кубики и рассказываю про них. На YouTube стал снимать, наверное, с 2017 года. Сначала это были видео соревнований, позже уже всякие распаковки, сборки на скорость и уже потом обучающие видео. Рубик Скуб пишет. Вот мой вопрос. Ваш сын собирает 3х3 методом Фридрих? К сожалению, нет. Когда он только начал заниматься, ему больше нравилось участвовать в соревнованиях. Но как только соревнования прекратились, интерес к головоломкам угас. Поскольку он начал в 5 лет собирать, он учился вообще в 4 года. И как только началась школа, куча секций, интерес, конечно, стал меньше. Сейчас изредка собирает, но мы с ним начинали изучать Фридрих. Он знал рыбки, восьмерки, уши, простенькие ОЛЛ. Но потом, как я уже сказал, соревнования закончились и тренироваться не было мотивации. У моих детей, с одной стороны, есть доступ ко всяким разным головоломкам. А с другой, нет тяги попросить у родителей, а купите мне кубик, потому что кубики все есть. Да, я ему купил комплект отдельно, клонок лично и хороший клок. Трешки, двушки магнитные. Даже 4х4. Но четверку он начал учиться собирать и потом перестал. И надеюсь, что интерес и мотивация вернется. В любой момент я ему с этим помогу. Далее сообщение от Кубс2021. Оригинальные такие у вас никнеймы, ребята. Он спрашивает, когда обучал КПО Мегаминкс 4х4? Очень хочу сделать. Все про него знаю. Разрабатывал когда-то и продвинутые методики, которые позволяют собирать быстрее. Ну, типа метода Яу для мастер киломинкса. Но сначала нужно снять обычный киломинкс, то есть Мегаминкс 2х2. На это все не находится желание, а пока он не снят. То есть 4х4, 5х5, 6х6, 7х7 и 9х9 будут ждать своей очереди. 8х8 версию я пока не купил. Хотя очень хочется, денег пока жалко. Ну и 8х8 есть центры, что для четного Мегаминкса не очень приемлемо. Если я куплю, то подумаю их снять. Хотя, наверное, будет жалко и не сниму. Обязательно все будет. Да, в принципе, на любой вопрос, когда будет обучалка почему-то, я могу ответить, да, когда-нибудь будет, но когда не скажу. Потому что меня каждый день что-то просят снять. Физически выпускать обучающее видео чаще, чем раз в две недели. Я не могу, даже это на пределе моих возможностей, поскольку я очень много работаю. Но когда-нибудь очередь дойдет до всего. Далее большое сообщение от пользователя с ником Тутабка, либо Тутыка. Не знаю, как это правильно читать, что хотел он сказать своим никнеймом. Но это активный мой зритель. И он написал целых 18 вопросов. Первый из них, сколько раз за свою жизнь собирали 11х11. Ну, у меня был 11х11 от компании Юксин, старый, древний, округлый. Его я когда-то тренировал на скорость. И собирал, ну не знаю сколько, но это были десятки раз. Я достиг на нем времени в 34 минуты. И потом какое-то время не собирал. У меня была традиция раньше, приезжая из соревнований, я перемешивал 11х11 и собирал его, пока работал. Ну, если у меня была такая возможность. Сейчас же, вот у меня приехал 11х11 магнитный. Я его тестирую. Собрал, наверное, один или два раза. Ну, еще пособираю, пока тестирую. 13х13 собирал гораздо реже, а 17х17 еще реже. Надо будет как-нибудь достать, пособирать. Вопрос второй. Были ли моменты, когда вы сильно жалели о какой-нибудь покупке? Головоломки. Головоломка плохая. Да, было такое. На заре моей карьеры коллекционера я купил вот этот вот кирпич. Он изначально вращался очень плохо. Так плохо, что я решил его смазать. И после того, как я его смазал, он стал вращаться слишком быстро. А так как это шейп-мод, и я еще шейп-модами тогда особо знакомо не был, у меня сборка его не очень получалась. И я переживал, нервничал. А он так хорошо вращался, ну как хорошо, быстро и неконтролируемо. В руках он у меня разъезжался. Я его собрал, запаковал обратно в коробочку и запретил кому-то его перемешивать. Да, тогда я страдал. Но спустя годы я его достал, посмеялся над своими теми опасениями и легко его собирал, конечно же. Да, тут уже очевидные, понятные псевдопаритеты. Купил еще кирпич в цветном пластике, современный. И это, наверное, были самые большие негативные эмоции. Сейчас же, если я куплю какой-нибудь купон, он вращается плохо. Было такое, то я отношусь к этому уже более спокойно. Вопрос третий. Были ли угрызения совести о дорогостоящей покупке головоломки? Головоломка хорошая, но слишком дорогая. Ну, перед вами 17.17, самая дорогая моя головоломка. И да, я долго решался его купить. И купил его очень выгодно, за 20 небольшим тысяч, хотя он стоил в российских магазинах чуть ли не в два раза дороже. На аналогах от Июксин стоил 1050. Не знаю, сколько сейчас это все стоит. Но, да, решался я долго. Уговаривал сам себя, что да, я готов на это потратить. Не помню же, какому, то ли празднику, то ли событию я себе это приурочил. Но, возможно, когда с Ютуба пришли деньги, когда они еще приходили, и на них я купил этого зверя. Наверное, так оно и было. Просто так, конечно, выложить 20 тысяч с лишним за кубик, за пластиковое изделие, конечно, очень жалко. Но кубик действительно хорош. Собираю, конечно, редко. Этот вопрос оказался с дополнением. И дальше пишет. Вас когда-нибудь осуждали родные и близкие о какой-нибудь покупке головоломок? Ну, не то чтобы осуждали, скорее даже нет, не осуждали. Ну, так пожурить могут, что я трачу средства на головоломки. Но я никогда это не делаю в ущерб детям, семье, бюджету. Это всегда из свободных средств, которые я лично сам заработал. Так что скорее нет. Разве что в шутку. Вопрос четвертый. Утихает ли интерес к головоломкам у жены и детей? У жены утих. Она больше не собирает головоломки. Только ученикам рассказывает, как они собираются. Ну, и для них может собрать. А так для удовольствия уже нет. Соревнования мы уже давно не посещаем. У сына тоже в связи со школой, другими влечениями, интерес стал меньше и уже почти не собирает. Но, надеюсь, еще сможет меня порадовать когда-нибудь сборкой какого-нибудь кубика. Вопрос пятый. Вы ломали, теряли или у вас крали головоломки? Ну, я лично ронял когда-то кубой 3х3х7. Ну, сам, либо с помощью детей. И от него отлетали детальки, которые теперь, ну, крышки центров вылетают. Однажды мне прислали разбитый петаминс, и я его механически очень долго собирал. Сам его не ломал. Терять никогда не терял, разве что на своих полках, но потом находил. Я к головоломкам отношусь бережно. Если беру куда-то с собой, обязательно в мешочке, либо так, чтобы он точно не потерялся и не пропал, ну, и остался цел. Насчет крали, не знаю. Надеюсь, что нет. Я не провожу ежедневную ревизию всей своей коллекции, а там очень много головоломок. Но думаю, что нет, не крали. Очень на это надеюсь. Спрашивает дальше. Были ли конфликты, ну, видимо, насчет головоломок с семьей. Шумите, мешайте, все составлено и т.п. Ну, шуметь я особо не шумел. У меня свой кабинет, где я этим занимаюсь. Единственное, в начале своей карьеры я перед сном брал кубики в постель. Мы с женой смотрели какой-то фильм, и она говорила, не надо, убери. Но мне и потом самому это было лёжа собирать неудобно. И так что конфликт был исчерпан. Все мои головоломки хранятся в кабинете, в спальне нет. Единственное, какие-то есть у сына, у него на своём рабочем столе. Так что особо я не шумел, никому не мешал. Ну, всё заставлено. Опять же, это мой кабинет, и у меня специальные полки под головоломки, которые я в прошлом видео уже показывал. Единственное, что я много снимаю видео, и много его монтирую, и иногда прошу не шуметь по дверью, когда я веду съёмку. Обычно к этому относятся с пониманием. Вопрос восьмой. Вам когда-нибудь говорили, что вы занимаетесь фигнёй и т.п.? Ну, обычно, если люди чужие, все относятся с восхищением к моему увлечению, и негативных каких-то отзывов я не слышу. Так что, скорее всего, нет. Может, что-то и говорил, или просто не воспринимал это увлечение всерьёз. Либо думал, что все кубики любого размера, любого производителя стоят не более 500 рублей. Есть у меня такая ученица, которая выдвигала такую теорию. Да? 17 на 17 за 500 рублей. Никто не хочет. А так? Нет. Всё вроде с пониманием. Всё нормально. Вопрос девятый. Планируете выпустить Фридрих? Планировать? Да. Очень планирую. Ну, опять это старый вопрос. Он повторяется. Подробно, наверное, уже отвечал. Но чуть продублирую. Фридрих я снять хочу, но хочу снять это так, чтобы было это очень хорошо, а не просто для галочки. А для этого нужно приложить чуть больше усилий, чем я готов сделать сейчас. У меня уже был план, какие видео сначала там крест, язык вращений, интуитивный F2L, упрощённый OLL, там крестовые, базовые PLL, и потом уже всё подробно. F2L, OLL, PLL и так далее. Примерно в таком порядке. Но тот же F2L, продвинутый, мне кажется, что можно что-то в моём арсенале улучшить. В том же OLL есть единичные алгоритмы, которые, возможно, стоит как-то поменять. Ну, вот такие всякие моменты. Когда-нибудь руки дойдут. Это будет большая, долгая работа. Как я уже говорил, у меня было снято Фридрих и Ортега для 2х2. Но я не стал их публиковать, даже до конца монтировать, потому что тогда отложил надолго, хотел сделать это после 3х3. Но сейчас уже нет смысла публиковать, так как качество именно техническое видео гораздо слабее, чем сейчас. И публиковать с плохим звуком я не хочу. Следующий вопрос. Планируете покупать 21х21 или в будущем старше? Честно, я больше не хочу покупать немагнитные большие кубы. Если Диан Шенг будет постепенно выпускать кубики магнитные всё больше и больше, сейчас самое большое 11х11, то я подумаю над этим. А то, что есть сейчас, именно покупать не хочется. У меня есть 17х17, а не магнитный, и мне с ним хорошо. Вопрос продолжается. А Гига Татмингс? Ну, с этой головоломкой не всё так просто. Когда-нибудь я про это расскажу подробно. Наверное, в анбоксинге номер 400. Если всё получится. Как вы видите, он уже тут стоит, но тут чего-то, каких-то деталек не хватает. Если я эту проблему решу, то будет у меня и Гига Татмингс, пока вот без наклеечек. А тогда я его уже купил. Ну, пока он не функционален. Вопрос 11. Есть ли ваши авторские алгоритмы, которыми вы пользуетесь? Ну, на F2L, наверное, многие что-то своё выводили, но наверняка всё это кто-то вывел и до меня. Так что, да, что-то есть, но вряд ли они оригинальные и их не знали до меня. Я не проверял, если честно. Когда буду готовить видео по Фрейдриху, сравню то, что использую я, с тем, что предлагает спидкуберское сообщество. Есть сайт, Агдиби, и там на каждую ситуацию очень много вариантов. Я уверен, что среди них есть и тот, который придумал я. Так что, вроде бы да, а на самом деле, скорее всего, нет. Но некоторые действительно я вывел сам. Это что касается 3х3, 2х2. Вот в различных нестандартных, неофициальных головоломках там, да, я много чего вывел. А, ну, опять же, кто-то их, может быть, использовал, но я усовершенствовал, упростил, унифицировал. Там какие-то мои наработки есть. Ну и большинство головоломок я собираюсь самостоятельно, без обучающих видео. Так что всегда что-то само по себе выводится на основе уже известных формул. Дальше, пара таких забавных вопросов. Знаете ли CLL для двушки? Планируете изучить? Нет, не знаю. Ну как? Фридриха это часть CLL. И Артега часть CLL. Хотя нет, Артега, наверное, не часть. Но Фридриха это часть CLL. И вот, знаю Фридриха для двушки. А CLL отдельно учить не буду, так как меня устраивает собирать 2х2 примерно за 5 секунд. Для этого мне хватает Фридриха и Артеги. Я не собираю постоянно 2х2, поэтому я все равно эти алгоритмы забуду. В памяти моей они не останутся. Я даже из Артеги аналог копья забываю постоянно. И потом долго мучительно вспоминаю, если двушку в руки какое-то время не брал. Так что CLL нет, учить не буду. Еще один подобный вопрос. Знаете ZBLL? Планируете изучить? Нет, не знаю. Возможно, какие-то самые простые случаи я изучу. Ну, те, которые разворот просто углов. Там, где можно одними рыбками что-то делать. Какие-то базовые, наверное, да, изучу. Но полностью его никто и не знает. Наверное, может, кто-то уже и выучил. Надеюсь, что нет. Смысл учить? Нет. Я примерно за 15-16 секунд собираю 3х3. Да, планирую время улучшить. Но пока с моим набором знаний можно собирать и быстрее. Сильно быстрее. Я знаю, где у меня медленный этап. Это F2L. То есть я хочу свои алгоритмы сделать так, чтобы я делал минимальное количество перехватов. Желательно не делаю их вообще. Я к этому стремлюсь. Но тренирую 3х3 очень редко. Вот сейчас я никак не дотестирую трешки, которые у меня лежат. Все с перерывами. Но собирать 3х3 быстрее я планирую. Вопрос 14. Есть мечта или цель заиметь или купить какую-нибудь головоломку? Таких головоломок много. Несмотря на то, что коллекция моя велика, очень много головоломок у меня еще в наличии нет. Но те же большие кубы у меня нет. 12х12, 14х14, 21х21, 23, наверное, еще не выпустили. Их нет. Но, как я уже сказал, буду покупать магнитные версии исключительно. Вот очень жду 12х12. Очень хочу. И очень хочу витамин с 8х8. Ну, мегамин с 8х8. Но он там 109-10 стоит. Пока, честно, жалко денег. Нужен какой-то повод. Я даже когда-то сам себе устроил челлендж собирать 7х7 в среднем сотку меньше 5 минут. Кажется, такой у меня был челлендж. Я его выполнил, собрав 7х1 раз в 500 за месяц. Но тогда все равно что-то пожалел и не купил. Ну, и до сих пор. Вот у меня есть 2х9х9, а 8х8 нет. Ну, когда-нибудь куплю. Вопрос 15. Были головоломки, которые вас обламывали. Думали одно, а на деле совсем другое. Ну, не то, чтобы я сильно из-за этого расстраивался. Я обычно заранее изучаю, что это за головоломка и что с ней произойдет. Вот недавно я купил ETO и думал, что он будет попроще. А с другой стороны, оно и хорошо, что он показался шейп-модом CurveCopter 3. И, возможно, это даже легче. Правда, я пока еще до конца с ним не разобрался. Но, думаю, справлюсь как-нибудь. Да, это было не совсем то, что я думал. Также у меня была головоломка Crazy Comet. И я думал, что будет проще. Собирал как Megamix. Оказалось, что это шейп-мод CurveCopter Plus. Да, что-то такое было, но что нас не убивает, то делает нас сильнее. И уж расстраиваться, что я не смог собрать какую-то головоломку сразу, не в моих правилах. У меня есть куча головоломок, которые я даже не перемешиваю. Да, вот ETO один из них. Но до них очередь дойдет. Когда-то у меня не получится покупать или будет нечего. Покупать не будет ничего интересного из доступного. И я буду доставать вот эти неизученные головоломки. Вопрос 16. Хотели бы выпустить в печать свою большую энциклопедию головоломок. Их история, строение, методы сборки и т.п. Или выпустить большую базу данных. Ну, на самом деле у меня были планы сделать свой канал на ютубе. Таким источником знаний. Где можно было бы посмотреть краткий обзор. Что это такое. Как это собрать. И в обзоре было бы рассказано, как, что это и откуда. И отдельное подробное обучающее видео. Не знаю, есть ли смысл в книге. Книгу особо не читают. Спросите у Станислава Баранова. Он писал что-то подобное. Не знаю, как оно там пользуется успехом или нет. Сейчас много в интернете бесплатного материала. И его легко найти. Вот базу данных каких-то, наверное, да. Но самому верстать и это делать я вряд ли когда-то время найду. А так, помимо канала на ютубе, у меня есть клон на дзене. Где по субботам иногда выходят какие-то дополнительные видео. В основном со сборками. Иногда я там пишу посты. Есть мысль... А, еще есть рутуб. Есть мысль создать телеграм-канал. Тоже с такими, с более частыми постами на тему головоломок. И не знаю, есть ли в этом смысл. Но когда-нибудь, наверное, надо попробовать. Чтобы и дзен, и телеграм, как-то они друг с друга дополняли. Пересекались, возможно, как-то с чем-то. Вопрос 17. Вам уломали ваши головоломки? Было дело. Была молодая ученица. Класс, наверное, седьмой. И она попросила покрутить скьюб. Ну, скьюб это дело такое. В неопытных руках он разъезжается. Особенно, если не магнитный. И, да, девочка скьюб уродила на пол. Я не помню, вылетели детальки из него или нет. Но с тех пор я, если что-то и даю крутить, особенно хрупкое дорогое, то прошу это делать над столом. А так, чтобы мне что-то сильно испортили. Ну, есть эпитамикс, мне прислали разбитым. И райминг с недостатком деталей. Но это было до того, как она стала моим. Заключительный вопрос от этого товарища. Вы психовали, кидали, бросали головоломку? Нет. Я спокойный, ответственный. И практически все головоломки я купил сам. И знаю цену деньгам, которые за них уплачены. Так что нет. Даже если у меня что-то не получается, я могу, конечно, немного расстроиться. Ну, так, чтобы бросать об стену, на пол или куда-то еще. А нет. Могу вот так вот положить, когда мне что-то надоело. Без психов. Я человек спокойный. Ну, много лет учу детей, которые не всегда хотят учиться. Это вырабатывает спокойствие, как у удава. Да, и мне часто приходится записывать обучающее видео, предвосхищая все самые даже глупые вопросы. Иногда мне пишут, что, наверное, надо побыстрее, не надо так подробно. Но в итоге, по большинству комментариев, я понимаю, что сделаю я все так, как нужно. Так что нет. Не психовал, не кидал, не бросал. С этим у меня все в порядке. Ну и переходим к рекордсмену. По количеству вопросов, их целых 45 от одного пользователя. Григорий Иванович, он начинает с такой фразы. Алексей Ярыгин, поздравляю вас с 13 тысячами подписчиков. Вот мои вопросы. Какие были чувства, когда вы впервые собрали кубик Рубика? Ну, это было в далеком 2015 году, и я был доволен собой. Это определенно точно. Здесь я постараюсь отвечать чуть покороче, так как вопросы вполне конкретные. Для меня, как и для многих, кубик Рубика был таинственной загадкой, которую я в детстве собирал только по деталькам, и получалось у меня поворотами собрать не так много. Так что да, я был доволен, и хотелось мне собирать дальше, собирать на хорошем кубике, так как я видел, как на видео тот же Максим Чечнев быстро делает пиф-пафы, а на моей палатке это было невозможно. Вопрос второй. Трудно ли вам было, когда вы обучались сборке 3х3? Нет, было не трудно. Максим Чечнев хороший педагог, он хорошо объясняет, пусть нудно, пусть его обучающее видео, если сложить все части, будет очень длинным, но оно эффективно, хотя и его алгоритмы, подбор мне нравятся не очень. Но в любом случае я создал свой метод именно на основе его. Учиться мне было нетрудно. Я потратил на это 2 ужина, пока я поработал, провел там сколько-то занятий, пока ужинал, смотрел видео и потихоньку кубик крутил. За 2 приема пищи я 3х3 собрал и потом уже в течение дня практиковался. Сам собрать я эту головонку не смог, действительно смотрел видео. Вопрос 3. Очень мне нравится, как зовут вашего кота. Его зовут Нерон, да, как римского императора. Еще у меня есть кошка, ее зовут Лилит, в дом мы ее называем Ляля. И есть пес, которого зовут Палкан. Возможно, если мне будет не лень, я в конце видео оставлю фрагмент со своими животными. Вопрос 4. Какие бренды для таких головонок, как 2х2, 3х3, 4х4, 5х5, 6х6, 7х7, скьюб, сквайр, пирамидка, рекомендуете профессионалам? Ну, с 4х4 по 7х7 мне лично нравится MGC. YJ MGC. 2х2, тут выбор большой, средний ценовой сегмент это ЧИИ МС, 2х2, отличный выбор. Новая двушка от Диашенга неплохая, если подороже, мою Вейпо ВРМ или ГАН-251. Трешка, сейчас выбор, конечно, большой. ГАН-12 мне понравился, но он такой дорогой, да уже и 13-й вышел. МС-3В1 КУБ, наверное, пока был фаворитом моим до ГАН-12. А и дешевок, сейчас неплохой, Супер РС-3М. Торнадо пока еще особо не крутил, сказать не могу. Скьюб ГАН великолепный, мою, буду тестировать, посмотрим. Пока не готов сказать. Пирамидка, ну, до этого я считал ГАН своей основной, но сейчас пирамидка отмою, мне очень нравится. Надо на ней тоже 1000-2-3 открутить и тогда делать окончательные выводы. Ну, а Square MGC неплохой и Volt 2M, наверное, мой основной. Хотя Square я кручу очень редко, надо исправляться. У Volt просто приятный пластик и есть черная грань. Это плюс. А так, MGC, на него он хорошие рекорды ставит. Так что вполне приятный Square. Вопрос пятый. Когда будет туториал по кубику 8х8? Как я и говорил, я не буду делать обучающее видео по 8х8 до тех пор, пока не будет магнитного 8х8. Ах да, он же уже есть. А значит, пора делать. Постараемся найти время. И обучающее видео по 8х8, 9х9, 10х10, 11х11. Думаю, в плана можно включить. Хотя, как я говорил уже много раз, если вы умеете собирать 6х6 и 7х7, то соберете кубик любого размера. В тех же видео я просто покажу фишки, которые сам использую. И это будет больше примеры сборок, но полной сборки, без пропуска этапов. Да, это будут длинные видео с тайм-кодами. Когда-нибудь я это сделаю. На больших кубах тут проблемы только при сборке двух последних центров. Да, алгоритмы я дам подробно. И на ребре, как быстрее решать вот эти вот паритетные случаи. Далее, есть ли мысли на самодельную головоломку в плейлисте DIY? Да, есть, но все никак, руки не дойдут. Я не люблю делать самодельные головоломки, особенно те, где нужны там всякие эпоксидки и прочее. Но я хочу сделать сиамские кубы 5х5, 6х6, 7х7. Из зеркальных кубов, башни, сиамские также. И еще есть пара идей. Это больше бандажи 5х5. Один вот точно бандаж. Даже много чего приготовлен для этого. Надо только сделать. Все опирается, опять же, во время. А так, мысли есть. Далее. Хотели ли вы сделать анбоксинг на Squire Gun? Если будет. Я положительно отношусь к Gun, Squire. Это главный, который я собираю редко. И если выйдет версия от Gun, то, скорее всего, куплю. Оно не должно стоить очень дорого. И, возможно, там будет какое-то инновационное решение чего-нибудь. Буду ждать. Скорее всего, да. Восьмой вопрос. Как продвигается работа с Фридрихом? Ну, уже отвечал. Особо не продвигается. Но когда-нибудь я ее начну. Есть сценарии некоторые. Но много чего нужно доработать. Когда-нибудь, когда буду посвободнее. Десятый вопрос. Вы себя считаете профессионалом? Да. Я профессиональный репетитор. Я профессиональный инженер-строитель. Я профессиональный коллекционер. Головоломок. И, наверное, ютубер. Вроде получается. Более 13 тысяч подписчиков смотрят. Наверное, нравится. У меня не самый большой канал по количеству зрителей. Но просмотры есть. Не на всех, конечно, видео. Но моя задача не заработать как можно больше денег с ютуба, который сейчас не платит совсем. А продвигать сборку различных головоломков в массы. Даже если это не будет оплачено. А некоторые головоломки старые, редкие, не особо интересные. Я их все равно снимаю. И там даже бывает менее 500 просмотров. Как на шипмодах Дьяншенга. Дьяншенга неинтересно людям. Хотя Головоломка есть. И собирается забавно. Есть над чем в ней подумать. И для новичков. Очень даже неплохая модель. Для того, чтобы попытаться решить самостоятельно. Но зато когда-нибудь у кого-то возникнет вопрос. А ответ уже есть. И он будет найден на моем канале. Неважно будет ли это Ютуб, Рутуб, Дзен. Но где-нибудь он будет. Это три основных источника, где сейчас можно мой контент найти. На Дзене есть все, что есть на Ютубе. Плюс еще немного на Рутубе. Почти все. Там постепенно все пополняется. Ну, новое туда параллельно заливается. И старое добавляется не так быстро, как хотелось бы. Но добавляется. Вопрос одиннадцатый. Появятся ли на канале новые рубрики? Да. Это, во-первых, будет обзор коллекции. Именно, как я говорил еще год назад. Но так еще руки не дошли. Это будет много частей. По 50 головоломок. Задача с низким приоритетом, поэтому пока не воплощена в жизни. И выходить это будет примерно, ну, не чаще, чем раз в месяц. С того момента, как я начну. Но я пока даже не начал. Будет когда-нибудь рубрика с продвинутым методом по 3х3. По 4х4. Ну, в принципе, с продвинутыми методами. Пока только есть Megaminx. Для некоторых неофициальных головоломок. Ну, в одном видео продвинутые алгоритмы мной предложены. И так же я хочу запустить отдельный плейлист с языком вращений. Для всех. Ну, WCA головоломок для начала. То есть 3х3 и все кубические. Сквайр, клок, пирамидка, скьюб. И еще плейлист, как скрамблить все эти головоломки. Разные задачи, разные запросы. И это должны быть короткие, четкие видео. Чтобы человек задал вопрос и тут же получил свой ответ. Такое сделаю. Но опять же, попозже, наверное. Но план есть. Далее. Можете ли вы объяснить, чем же нравится вам Megaminx? Ну, опять, наверное, уже отвечал. А Megaminx это первая WCA головоломка, где я заработал медальки на официальных соревнованиях. У меня никогда не было первых мест, вторые и третьи. И были они в Megaminx и в бихкубах. Понятно, что если что-то получается, то оно и нравится. Это одна из причин. А другая. В Megaminx много свободы. Тут можно что-то выводить свое. Особенно на этапе сборки первых четырех слоев. Я, Megaminx, учился собирать еще тогда, когда не было нормальных обучающих видео. И, собрав первые два слоя, я сам как-то, глядя на какие-то обрывки чьих-то знаний, собирал вторые четыре слоя. Те самые S2L. В итоге, как оказалось, это был метод Саймонда Вестланда. И я его стал применять. То есть, по факту, я вывел то, что уже было придумано. Пусть немножко не в таком виде. Но моя интерпретация показана в методе для начинающих. Причем, именно сборка S2L методом Вестланда, я считаю, вполне доступна на начальном уровне. Если вы умеете собирать 3х3 с помощью F2L. А если не умеете, то к Megaminx рано приступать. Да и, в принципе, Megaminx это очень хорошая головоломка, где много трешки. Собирается не мгновенно, ну вот там за минуту с небольшим я собирал. У меня была сборка лучше, наверное, 1.01 домашней, чуть побольше. Там 1.07, не помню уже какая, на официальных соревнованиях. Это просто классная головоломка, которую приятно собирать. И собирать, наверное, можно сотнями сборок. Я не могу сказать, что это сейчас моя самая любимая головоломка. Я не так часто Megaminx собираю. У меня бывает так. Какая-то тема интересная, я такую головоломку или серию головоломкой кручу. Когда-то это были мастер-морфиксы, сейчас интерес немного поутих, поэтому обучающее видео по версии 6х6 до сих пор нет. Кубоиды. Любовь к ним не утихает, но, опять же, крутить постоянно одни кубоиды тоже невозможно. Это все нам доест. Коптеры. Тоже серия, которая мне нравится. Когда-нибудь я ее продолжу, обучающее видео. Вот недавно вышла пирамидка 5х5. Классная вещь, очень нравится. Вопрос 13. Какое видео в вашем канале вам понравилось в плане качества? Ну, в своем видео я вижу все недостатки, которые на этапе монтажа я пытаюсь устранить. Мне больше нравятся мои работы, где-то, к примеру, сборка на скорость под хорошую музыку одним кадром, где я накладываю минимум дополнительных каких-то эффектов в плане текста, скрамблов, чего-то еще. На такие вещи смотреть приятно, где я показываю какой-то хороший результат на сложные головоломки, либо на той, которую на скорость никто и не думал собирать, к примеру, профессор скьюб, либо элитный скьюб. В плане качества мне нравится, как я сейчас делаю обучающее видео по сложным головоломкам, где есть алгоритмы, которые отличаются от стандартных. Да и даже на простые шейп-моды тоже яблоко, лимон, груша. То есть сделано так, что люди, которые в глаза не видели кубик Рубика, а таких много, кто купил вот эти фрукты, они смогли бы собрать и собирают. Судя по положительным отзывам, количество лайков, дизлайков, это работает, поэтому я считаю подобные вещи удачными. Я стараюсь сейчас делать так, чтобы все было максимально понятно, хорошо, даже тем, кто может купить, не зная 3х3. Это не относится к кубикам 4х4, где меня в комментариях спрашивают, а как делать пиф-паф на 4х4. Я считаю, что 4х4 выше надо собирать после 3х3. И собирать, к примеру, 6х6 после 5х5. Там я подробно не распространяюсь по предыдущим моделям. А если это какой-то шейп-мод, яблоко, лимон, бочка, то здесь надо было давать подробную информацию. Но бочка еще нет. Я снял бочку, мельницу, фишер. Надеюсь, что люди после 3х3 будут их изучать. Но оказалось, что пришло много товарищей, которые без трешки захотели их собрать. Поэтому в будущем, в отдаленном, я пересниму вот эти свои первые видео по шейп-модам короткие. Будет у меня 2 версии. Для опытных и для начинающих. И для начинающих будет там фишер, мельница, бочка. Начиная с пиф-пафа. Как делается пиф-паф. Как собирать крест и так далее. Подробно со всеми алгоритмами. Вопрос 14. Если на данный момент головоломки, которых у вас нет, но вы хотели бы их приобрести. Но вопрос дублируется. Чуть ранее отвечал. Мегаминкса 8х8. Очень хочется. И магнитный 12х12. Очень хочется. Жду, когда его выпустят. 15 вопрос не по кубикам. Какой у вас IQ? Когда-то в школе я проходил IQ тест. Не помню, какой был первый результат. Но мне показалось, что он несправедлив. И я прошел тот же тест второй раз. Где из 160 возможных баллов я набрал 152. Этот результат нельзя считать корректным. Так как я проходил тест повторно. Но мне показалось на тот момент, что именно так бы я первый раз ответил, если бы старался. Насколько я знаю, проходить IQ тест более одного раза некорректно. Результат будет неправильный. Так что я, наверное, больше и не проходил. Наверное, раз прошел, но это было в интернете. И там попросили отправить смс, чтобы получить результат. И больше я не пытался проходить. Так как все равно результат будет неправильный. Даже в школе показатель был, наверное, выше среднего. Но сейчас трудно о чем-то таком рассуждать. Вопрос 16. Встречались ли вы с Максимом Чечневым? А вдохновлялись им? Да, мы с Максимом лично знакомы. Не знаю, помнит ли он меня сейчас. Но пересекались мы неоднократно и вполне приятно общались. Максим Чечнев – это тот человек, который научил меня собирать кубик Рубика. И 3х3, и 4х4, по-моему, я у него учился. А, да, и 5х5. Вот 5х5 – это, конечно, было ужасное событие. Я жалею до сих пор, что его обучал-космотрел. Но, в принципе, это очень позитивный человек, который много посвящает времени работе с детьми. У него своя школа спидкубинга. Сейчас его канал заброшен и смотрят его сильно меньше. Даже если смотреть по количеству просмотров. Хотя подписчиков у него там больше 100 тысяч. Но, видимо, сейчас ему это не нужно. Он не так давно обновил свое обучающее видео. Не знаю, сделал ли он лучше. Ну, в качестве монтажа, наверное, точно. Потому что первая версия была там со грехами. Ну, Максим молодец. И сколько людей он привел в спидкубинг, это честь ему и хвала. Он продолжает обучать детей, наверное, взрослых, сборке головоломок. Могу сказать, только хорошее. Ну, кроме его обучалки по 5х5. Я потом по этому способу собирал до 11х11 кубики. И когда узнал, что есть фрислайс, долго, плохим словом, вспоминал этот туториал. Те, кто уже собирали 5х5, 6х6, 7х7 по моим видео, могли заметить, что фрислайс у меня включен в метод для начинающих. И это действительно сделано очень осознанно. Я считаю, что так и нужно. И никаких промежуточных методов для сборки ребер не нужно. Ну, у Максима тогда было другое мнение. Вопрос 17. На какую головоломку планируете сделать туториал? Ну, я планирую сделать на много головоломок туториал. Но больше всего и дольше всего я хочу сделать вот на куб бабочку, обучающий видео. Очень надеюсь, что в ближайшее время это получится. Видео будет длинное, долгое. Так как бабочку можно собирать без изменения формы, то первая часть будет потом с изменением формы. Там еще нужно все алгоритмы показать для верхнего слоя, как я сделаю это на вертолете. Вот хочу именно про бабочку рассказать. Но, вероятно, это будет не следующее обучающее видео. Там посмотрим, как получится. Вообще, я планирую снять обучающее видео на все головоломки, которые существуют. Но это очень трудно сделать. Но я к этому стремлюсь. Какая головоломка из фруктовой серии вам больше нравится? Ну, это груша. Не только потому, что я груши люблю больше, чем яблоки. Так как яблоки бывают кислые, а груши в основном только сладкие. Но она вот так интересно меняет свою форму. Это красиво. Это легко собирается. Посложнее, конечно, персик и апельсин. Но груша, она как-то и вытянутая такая. И это все еще шейп-мод 3х3. Визуально очень приятно. Гармонично, красиво, с зеленым цветом. Так что да, груша. Какую дисциплину официальных головоломок вы тренируете чаще всего и реже всего? Ну, по очевидным причинам, как я уже говорил, о скваре реже всего. Хотя когда-то мне казалось, что надо его потренировать и все будет хорошо. Ну, как-то не срослось. Ну, а чаще 3х3, так как трешки чаще покупаю, наверное. Несмотря на то, что Megamix мне нравится больше, тренирую чаще 3х3, пока тестирую новые модели. Вопрос 20-й. Вы видели где-нибудь пирамидку 5х5 и хотите ее приобрести, если найдете? Ну, не знаю. Пирамидка 5х5 от Yuxin. Ну, типа такой. Не, приобрести уже не хочу. Она у меня есть. И она отличная. Очень хорошая. Ну, вы, наверное, уже видели мой ролик со сборкой на скорость этой пирамидки. А вопрос был задан, видимо, в декабре. Так что да, есть пирамидка 5х5. Покупать уже смысла нет. Она у меня есть. А вот 6х6 я очень даже жду. Какая ваша любимая группа головоломок? Коптер, кубоиды и так далее. Вопрос понятен. Как я уже говорил, в определенный момент времени интересы могут... Отличаться? Ну, наверное, это все-таки кубоиды. Потому что чаще к ним я возвращаюсь. Одно время очень мне нравились мастерморфиксы. Прям крутил их не переставая. Но к кубоидам я возвращаюсь чаще и чаще. Потому что их больше разновидностей. Есть вот такие вот формы меняющие. Есть те, которые собираются на скорость. Для 3х3х4 я даже там разрабатывал продвинутый метод. А 3х3х2 собирается в качестве дополнительной дисциплины на чемпионатах по спидкубингу. Уже давно не проводили ничего такого. Но у меня даже была, кажется, медалька за второе место на чемпионате. Мои опен 2019. Именно за кубоид. Не помню. 3х3х2. Да, за него. Нравятся кубоиды. Думаю, да. Именно они. Вопрос 22. Что вы будете делать с отвертками? Ну, пока они влезают в эту баночку. Большинство из них, кроме тех, что потерялись и лежат где-то еще. Я с ними делать ничего не буду. А когда вот это кладбище отверток переполнится, тогда уж буду думать, что же с ними делать. Следующий вопрос. Любите путешествовать? Скорее, да, чем нет. Хотя я не получаю удовольствия от нахождения в транспорте. К примеру, дальний перелет. Я вот недавно был за Полярным кругом на Сахалине. Я имею довольно крупное тело. И в том же самолете лететь 8 часов, кажется, я летел. Ну, тесновато мне. Я затекаю. Мои колени упираются куда-то в переднее кресло. Вот если исключить эти негативные моменты, особенно ехать 4-5 часов на Ладе Ларгус по убитой дороге от Нового Уренгоя в Гассале, это да, это весело. А так, новые места. Если туда хорошо добраться, то да. Кроме Москвы. Москву не люблю. Уж извините, очень для меня суетно, непонятно. Вот если меня кто-то там будет водить за ручку, то да, без проблем. А если самому ориентироваться, ну, не очень. А ездить за рулем в Москве, это для меня прям страшное испытание. Стараюсь так не делать. Но приходилось, когда я приезжал на чемпионаты мои, светлые горы, отличные были чемпионаты. Двадцать четвертый вопрос. Как зовут собачку, показанную в прошлогоднем видео ответы на вопросы? Это пёс, зовут его Полкан. Я, наверное, уже на этот вопрос ответил чуть ранее. Порода Чихуахуа. Бестолковые животные, но мы к нему уже привыкли. Если вы планируете купить собаку в квартиру, то не делайте этого. Мой вам совет. Особенно крупную. Если частный дом, то пожалуйста. А вот в квартире не стоит мучить животное и себя. Зовут Полкан. Просто так, что это было моё условие, что мы покупаем маленькую собачку. Звать его должны Полкан. Ну, пса. Вопрос двадцать пятый. Если человек хочет приобрести уникальную, необычную, некрасивую головоломку, какую посоветуете? Ну, и из необычных и непростых я обычно советую куб вертолёт. Вот у меня модель от Лан Лана вполне неплохая. Хотя я надеюсь, что в ближайшее время кто-то сделает получше. Именно с вертолёта нужно начинать изучать класс коптеров. Хотя можно и с кловеры, конечно. Но лучше с вертолёта. Мне так кажется, гармоничнее. Вертолёт, потом бабочка и так далее. Ну, красивую. Также можно и пирамидку 5х5. Очень хорошее. Но перед ней надо пирамидку 4х4, конечно, изучить. Пирамидки, если полегче. А коптеры, если поинтереснее. Вопрос двадцать шестой. Вам приятно создавать видео? Ну, самые тяжёлые этапы для меня в создании видео – это монтаж. Особенно видеообучающие. Когда я пересматриваю свой ролик трижды. А если он больше часа, то это очень-очень нудно. То есть, мне нужно смотреть то, что я уже знаю, и несколько раз. То есть, я раз это проговорил, и потом два-три раза ещё пересматриваю. Вот это тяжело. Но результаты меня обычно радуют. А так, чтобы меня результат не устраивал, наверное, нет. Я просто не выпускаю это видео, как было с Фридрихом по 2х2. Приятное ощущение, когда видео готово. Ещё приятный момент, если это обзор, и я видео тестирую. И записывать вроде бы, но если не сильно длинное видео, то тоже ничего. Сейчас уже вот ровно два часа, как я записываю ответы на вопросы. Часть вторая. И уже начинает потихоньку надоедать. Но осталось вопросов около двадцати. Надеюсь, я справлюсь. Были ли моменты в вашей жизни, когда вам надоедали головоломки и интерес исчезал? Когда имеешь большую коллекцию, то интерес потерять сложно. К примеру, надоело собирать АВЦ головоломки, берёшь что-то необычное и собираешь. Надоело всё, берёшь что-то новое, чего ещё собирать не умеешь и пробуешь собрать. Не получилось, берёшь, крутишь на скорость что-нибудь из того, что хорошо умеешь. И либо покупаешь что-то новое, и оно становится снова интересно. Временами меня интересуют разные классы. Он недавно много крутил крэйзи кубы 3х3. Старые, старые, они у меня лежат, некоторые даже не перемешанные. И было интересно, классно, я даже собирался сразу записать туториалы, но что-то меня отвлекло, интерес пропал. И я начал собирать что-то другое. На самом деле, начиная с 2015 года, очень мало дней, где я хотя бы раз за день что-то не собрал. Наверное, такие дни есть, когда я там был по уши в работе и не получилось просто. Но таких дней очень мало. Поэтому, если что-то становится не так интересно, я просто переключаюсь на что-то другое. Ну и морально разгружаюсь. Я последнее время в спорте, я бегаю в любую погоду, даже в мороз. Бегаю медленно, на любительском уровне. Ну, для моей комплекции, наверное, и опыта в спорте пока нормально. Но со временем буду быстрее. Вопрос 28. Вы терпеливый? Думаю, да. Профессия обязывает быть терпеливым. Даже когда ученики задают самые бестолковые вопросы, я на них спокойно отвечаю. Ну, по крайней мере, стараюсь. Вдруг какие-то мои ученики смотрят и вспомнят момент, когда я им сделал какое-то замечание нелестное. Но, обычно, я веду себя профессионально. Ну, если касается это занятий. Ну, в головоломках я механически собрал Витаминкс и Рейминкс. Так что, да, я терпелив. Хотя, механическая сборка – это то, что я очень и очень не люблю. Особенно в четных головоломках. Вот 4х4 я так и не смог механически собрать. Мне приходилось это делать дважды. Один раз меня собирала делегат ВЦА Мария Житц из Саратова. А другой раз – жена. А больше я механически четверку не собирал. Ну, если не считать этого, то я терпелив. Вопрос 29. Что кратко можете сказать о Кловерку Плюс, Клок Сангсо, Скиюб Ган? Ну, давайте начнем с конца. Скиюб Ган – отличный. У него есть единственный конкурент. Это Скиюб Отмой, который я еще толком не протестировал. Так что не могу сказать, кто из них лучше. Клок Сангсо – бюджетный магнитный Клок, который стоит покупать, если нет денег на Клока Чи, который определенно сильно лучше. Чи Клок – отличный. А Сангсо – ну, его там нужно поднастроить, подкрутить, подсмазать. Он разборный, но вращать можно на лучше чаи. Кловерку Плюс – это версия обычного Кловера, совмещенная с 2х2. Хорошая головоломка с неплохим вращением, где вначале нужно на своих местах собрать вот эти ребра, потом собрать как обычный Кловер. Ничего сложного, ребра собираются интуитивно. Вращение как 2х2 позволяет собирать этап Кловера интересней, проще, более изобретательно. Когда-нибудь сниму обучающее видео, но после бабочки, после обычного Кловера, третий по счету среди коптеров будет, наверное, Кловер Плюс. Вопрос 30. Вам было трудно, когда вы обучались методу Фридрих? Ну, наверное, было нелегко, так как я его изучал еще тогда, когда не было так много ресурсов для его изучения. То есть я собирал информацию из всех источников, которые мог найти, это были тогда скудные достаточно познания, либо я плохо искал, выписывал все алгоритмы, которые нашел и выбирал из них те, которые мне удобнее. В принципе, я сейчас советую делать так же, если, ну, до тех пор, пока я не сниму свое видео по Фридриху. Ну, а даже когда сниму, возможно, мои алгоритмы вам не понравятся и вам будут удобны какие-то другие. Мне было нелегко, но я особо не страдал. У меня был исследовательский интерес. Я рисовал в автокаде все вот эти ситуации, подбирал к нему алгоритмы, создавал именно свои подборки. Они где-то есть до сих пор, возможно, даже гуляют по сети, когда-нибудь я их доведу до ума и все будет хорошо. А я делал ОЛЛ и ПЛЛ для 3х3 и для Мегаминкса. Возможно, ОЛЛ я не публиковал нигде, но ПЛЛ точно кому-то отсылал, в группах было. Ну, и Мегаминкс, даже на картинке быть, это труд законченный. ОЛЛ и ПЛЛ продвинутый метод по Мегаминксу. Точно у кого-то есть. Тридцать первый вопрос. Чем же вы еще занимаетесь помимо такого направления? Ну, я работаю. Моя основная работа – это репетитор. Также я иногда работаю как инженер-строитель, из-за чего посещал различные отдаленные населенные пункты за Полярным кругом, остров Сахалин. По образованию я инженер-строитель, поэтому иногда работаю и по этому направлению. Но каждый день, с понедельника по пятницу, я учу детей математики в основном, и собирают они у меня головоломки. Ну, дважды в неделю выпускаю видео, но это и так понятно. А так, не так давно я начал бегать в прошлом году. При весе больше 100 килограмм это не так просто. Да и вредные привычки молодости особо развитию функционала не способствовали. Поэтому прогресс постепенный, но мне нравится ВКонтакте. Там, наверное, фотографии какие-то есть, где меня отмечают. Раз соревнований по спидкубингу нет, я участвую в забегах. Так как соревноваться в чем-то хочется, пусть я даже прибегаю одним из последних. Иногда и прям последним. Но со временем результаты будут улучшаться. Вторая партия вопросов от Григория Ивановича. Он пишет, что вопросы продолжаются. Когда первая часть обзора на 50 головоломок? Ну, уже отвечал. Эта задача не самая приоритетная. Когда-нибудь это случится, как только у меня будет много-много свободного времени. Пока в ближайшие 2-3 месяца ждать точно не стоит. Вопрос 33. Каких спидкуберов вы знаете или с какими встречались? Ну, знать я знаю многих. Встречался тоже со многими. Тот же Максим Чечнев, Александр Котюков, Дмитрий Добряков, Алексей Жариков. Где-то у меня даже с ним есть фотография. Мария Житц. Замечательный делегат ВЦА. Николай Масон. Тоже делегат. Не такой замечательный, как Мария, но очень классный профессионал. Не в обиду Николаю, он молодец. Исключительно Роман Страхов. Ват. ИНР Пасхьюб, Илья Назаров. Ну, перечислять можно много. Я сейчас в 3 часа ночи, возможно, не всех вспомнил по фамилиям. Но я был на более чем 30 чемпионатах по спидкубингу. Встретил очень многих. Даже с Кшевуком за руку здоровался, хотя он не понял, кто я, зачем я это сделал. И вообще, откуда я взялся. Но это было очень давно. Наверное, на первых мои. Надеюсь, не обидится ребята, которых я сейчас не назвал. А всех помню. Со всеми был рад знакомству. Надеюсь, еще неоднократно встретимся. Вопрос 34. Сколько накопилось мешочков для кубов? На самом деле, больше сотни. Наверное, даже больше двух. Ну, причем это не только те, которые идут с кубиками вместе, но и те, которые мне сшили по заказу специально. Некоторые даже вот такие вот, из такой типа замшевой ткани, были сшиты для чемпионатов. Мы планировали 3 ВЦА чемпионат в Тамбове до ковида. Я заказал много таких мешочков. И вот они до сих пор лежат. Мы планировали их дарить всем участникам. Но я уж не помню для чего. И для неофициальных чемпионатов в качестве сувениров, там, призером, что-то такое. Ну, очень их много у меня. Мне вот такой вот нравится серенький. Приятный на ощупь. Еще ни у одного производителя такого приятного мешочка я не встречал. Очень хороший. В нем я перевожу свои головоломки, когда куда-то еду. Тридцать пятый вопрос. Будет ли туториал по сборке кубика 3х3 вслепую? Если да, то большое спасибо. К сожалению, нет. Не планирую я сделать по слепой сборке, так как и с открытыми глазами мне пока есть что снимать. И вообще, я изначально разрабатывал эту тему на заре своей спидкуберской карьеры. Даже в алгоритмах PLL, которые я вставлял в табличку, мне было подписано для слепой сборки. Я до сих пор в сборках на скорость использую левую лямбду без перехвата, чтобы это вслепую было удобно собирать. Но со временем я понял, что эта тема мне совершенно неинтересна, так как тренироваться вслепую у меня нет физической возможности, так как я много времени уделяю сборке головоломок, когда что-то смотрю, или фоном включаю что-то на ютубе, либо во время занятий с учениками, когда есть пауза и кубик не сильно шумит, могу потихоньку покрутить что-то, поизучать. А вслепую это, к сожалению, невозможно. Там нужна долгая вовлеченность. Наверное, занятие увлекательное, но нет. Я даже основы Олдпохмана все познал и собирал кубик методом вслепую, но с открытыми глазами, либо глаза закрывал, а мне диктовали, какая наклейка в буфере. Так я собирал, но позже совсем разочаровался, так и не выбрав для себя удобную азбуку. Нет, не будет. По крайней мере, я не планирую. Мало ли что-то изменится, но у меня так много планов, что сборка вслепую в них совершенно не входит. Сколько у вас нераспакованных головоломок? Ой, прилично. Этого, наверное, десятками можно измерять. У меня собрана вся серия Крейзи 3х3, МФ-8 и Даян. Из них я распаковал, наверное, 3 или 4. Это Юпитер, Меркурий, Сатурн и Уран. Остальные не распаковывал. Но я их, наверное, достал из коробки, посмотрел, что они исправны, и положил обратно. У меня есть целая серия Бермудов 3х3, которые я также не распаковал. Они мне достались от Ивана Циква, обернутые скотчем в боксах. И вот такой пачкой из 8 кубиков, они до сих пор там стоят. Бывает, у меня возникает желание достать, покрутить, но что-то отвлекает. Также есть целая серия штук 8 шестеренчатых головоломок от Lanlan. Я купил, наверное, все версии 3х3, даже в анбоксингах еще их не было. Как-нибудь сниму отдельное большое видео, но, наверное, собирать их не знаю, буду или нет, но точно все покажу. Ну, в коробочках еще стоят какие-то октаэдры, что-то такое. Ну, это вот основное. Вопрос 37. Сколько лет занимаетесь репетитором? Ну, учить детей математики я начал, наверное, когда еще только придумали ЕГЭ, может, чуть раньше, именно профессионально чуть позже все-таки. Спустя какое-то время очень довольные родители моих учеников уговорили меня еще начать преподавать физику. И с физикой тоже много лет мы дружили. Ну, идет второй десяток, как я учу и детей, и взрослых математики и физики. Но в этом году на физику я никого не взял, так как желающие заниматься математикой и заняли все места. И просто с физикой было некуда. Ну, а кому-то я сам отказал из-за того, что даже по математике были трудности у ребенка. И нагружать еще предметом, который он вряд ли сдаст, не сильно хотелось за короткий промежуток времени. Ну, мне его и поставить было дополнительное занятие некуда. Так что он стал физикой заниматься где-то в другом месте. А так, много лет, с 2010-го, наверное, может быть, чуть раньше, занимаюсь я как репетитор. 38-й вопрос. Были ли головоломки, которые в разобранном виде вас устрашали? Ну, поначалу это были головоломки, которые меняли свою форму. Начиналось все с бриккуба. Ну, бриккуб, куб-кирпич. Про него я уже рассказывал. Он был страшный в перемешанном виде. Но со временем головоломки с изменением формы перестали меня пугать. И, ну, поскольку я уже хорошо освоился в этом мире. Так что теперь что-то устрашить меня уже не может. Если я что-то не могу собрать, я откладываю и собираю что-то другое. Так что эти времена давно прошли. Вопрос 39. У вас есть планы на что-либо, связанные с головоломками? Ну, планов-то у меня очень много. Ну, фактически что-то сделать. Ну, помимо того, что я уже озвучил на канале, новые рубрики, это да. И там сделать 7 ских кубы, включая 7 на 7, с 5 на 5, по 7 на 7. Такие планы есть. Также мне очень хочется сделать чемпионаты по спидкубингу в Тамбове, возродить это движение. Ну, это всегда процесс убыточный, неблагодарный. И занимаюсь я этим с женой вдвоем. Ну, и иногда подключаются волонтеры, если найдутся. Трудно, убыточно, тяжело. И, ну, пока спонсоров в Тамбове нет, а работы много. Но хочется. Возможно, в ближайшем будущем, ну, летом, попробуем сделать неофициальные чемпионаты, такие, как у нас были. Мы их несколько десятков провели в Тамбове. Вроде людям нравилось. Попробуем еще, если ситуация в мире будет оптимистичной. Сколько на данный момент у вас накопилось кубиков 3 на 3? Ну, различных моделей у меня когда-то было больше 100. И тогда я перестал их считать. Я начал собирать каталог, но остановился уже не помню на какой цифре, там 500 с чем-то. Это было далеко не все из того, что у меня есть в коллекции. Не знаю, 120, 130. Где-то в этом районе у меня сейчас разных кубиков 3 на 3. Каким таймером пользуетесь чаще? 200 таймер или таймером для спидкубинга? Ну, таймер для спидкубинга имеется в виду, наверное, физический. Им я пользуюсь редко. Но на занятиях мои ученики собирают именно на нем. Если я сам собираю на скорость, то использую 200 таймера. Но иногда я использую физический таймер, когда записываю сборку на скорость. Того, что укладывается в 10 минут, это ограничение таймера, ну, чаще даже для сборок на скорость 200 таймер. Там есть скрамбла, там есть сессия, но там все записывается, и это удобнее. Иногда беру ужинный планшет, чтобы цифры были крупнее, если головоломка прямо, ну, больше 10 минут собирается. А так, 200 таймер. Вопрос номер 42 от Григория Ивановича. Какая головоломка вызывает к вам самые теплые чувства? Ну, со временем это меняется. Когда-то вот этот Волкада Куб, когда я понял, как он собирается, мне вызывал прям очень теплые чувства. Сейчас приоритет сменился. Это пирамидка 5 на 5. Очень классная. Мне нравится головоломка, которая отлично вращается и не так легко собираются. А еще очень хорошо, если бы они были пригодны для сборки на скорость. Ну, и не стоит забывать про Мегаминс. Он всегда в сердце моем. В каких городах вы участвовали в чемпионатах? Перечислите. Ну, я думаю, имеется в виду чемпионаты по спидкубингу. я участвовал более чем в 30 чемпионатах. Это Белгород, Саратов, Казань, Тольятти, Москва, Тамбов, Нижний Новгород, Сергач, Пенза. Очень классный там Андрей Разживин, организатор. Город Богородец. Крайний чемпионат был именно там. С большим перерывом и до, и после него. Александр Котюков был там делегат. И организаторы делали чемпионат первый раз. Это Тульская область, если не ошибаюсь. Очень милый городок, небольшой. Приятно провели там время. Было очень хорошо. Хоть и приехали мы только на один день, на следующий я уже стартовал первый свой забег. Тогда был он 5 километров. В субботу собирал кубики. А в воскресенье у меня там не было дисциплин. Ну, 3 на 3, 2 на 2. А скюп я собрал в субботу что-то такое. То есть оставаться можно было бы конечно, если бы я прошел финалы, а этого не случилось. И приняли решение успеть и там и там. И в субботу с сыном собирали кубики, а в воскресенье вместе побежали. На разной дистанции, но в одном забеге. Это как раз был прошлый год, но уже позапрошлый. Сейчас 23, это было 21 году. в конце мая. Не помню точное число. 29 наверное. Был забег 28 чемпионат. Май. Очень насыщенный был май тогда. Надеюсь, ничего не забыл. Но чаще всего я был в Саратове, Белгороде и в Москве наверное. В Москве там был и Мои, и Светлые Горы дважды, а Мои то ли два, то ли три раза я был. А, еще Воронеж. Дважды был в Воронеже. Больше там не стали делать чемпионатов. Я не знаю, почему Липецк, соседний с Тамбовым город, не делает чемпионаты, хотя куберы там тоже есть. Ну и на своих двух тамбовских я конечно был. 44 вопрос. Когда нибудь строили картины из кубиков? Если нет, попробуйте. Я как-то купил 100 кубиков 3 на 3 и делаю из них какие-то картины, но 100 кубиков это очень мало. И также у меня было 64 кубика 4 на 4 и я по-моему первый кто из них в принципе делал картины. Хотя до этого Чечнев из 6 на 6 что-то делал. Не знаю до или после но делал. Вот у меня было много четверок и из них я делал картину 8 марта на канале можно найти видео. Ну и недавно я освежал в сообществе видео с новым годом. Ему уже 4 года тоже из тех же самых четверок оно было создано. картина было сделано и там еще был кубик 13 на 13 если не путаю и из каких-то бих кубов надпись с новым годом. Я думаю это можно считать картиной. Была у меня мысль жена меня убеждала что это будет хорошая бизнес идея купить 500 кубиков и на мероприятиях на днях рождения делать картину именинника и продавать это как услугу. Но рентабельность мне показалась очень низкой и мы не стали покупать 500 кубиков и эта идея потерялась где-то. Также была мысль собирать картины выкладывать их на ютуб ну как бы не для бизнеса этот канал так что делать то что не особо хочется я не стал да и смотрит эти картины прям как-то совсем грустно так что пробовать пробовал но больше наверное не буду по крайней мере пока не хочется и финальный вопрос от Григория Ивановича да и вообще на сегодня да и в этом году каким магазином пользуетесь чаще зи клуб или кубис ну как я уже говорил не раз в условиях санкций этими магазинами из России пользоваться нельзя так там идет оплата через Paypal это платежная система с Россией сейчас не дружит по крайней мере у меня не получается дружить с этими сайтами без Paypal так как даже оплата кредиткой проходит через Paypal тоже то покупать там сейчас невозможно а когда я покупал то чаще я брал наверное на Z-Cube так как там если покупаешь сразу несколько головоломок так килограмма на два то получалось выгоднее на Cubis я покупал ну если по одной по две меньшим количеством так как доставка на Z-Cube считалась отдельно а у Cubis была включена сразу в цену но сейчас я покупаю на Алиэкспресс в тех магазинчиках где есть нужная головоломка по самой низкой цене площадка мне не нравится но выбора нет и под финал Григорий Иванович добавляет на этом закончились мои вопросы задуманные за три месяца до этого хотя я планировал больше задать а задал на 45 всего прекрасного в новом году Алексей пусть все задуманное или запланированное случится в вашей жизни в вашей семье мне было приятно услышать свои вопросы в вашем видео ну надеюсь я дал ответы на все вопросы которые озвучил и если вдруг за новый 2023 год накопятся другие вопросы то возможно будет смысл снять и третью часть а пока я вижу перед собой таймер который останавливается на 2 часах 42 минутах ну после монтажа наверное будет чуть поменьше очень много вопросов вы мне задали надеюсь я не зря на них ответил ну напишите в любом случае свои мысли в комментариях на этом все быть может я не забуду завтра взять интервью своих зверей и они передадут вам приветы а на этом все всем спасибо всем пока субтитры СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА